Исторически Россия выходила из тупиков и из смут, как правило, с помощью различного рода чрезвычайных комиссий. Исторически первой такой комиссией была опричнена. Собственно, она и задала тон определенной технологии власти. Затем пришла гвардия Петра, ну а затем, так сказать, уже эта технология в более современном варианте была опробована в 20-е, особенно в 30-е годы. Это, так сказать, сталинский вариант опричнены. Одной из главных причин появления чрезвычайных комиссий в разные исторические периоды является особенность российской государственности. У нас всегда были слабые институты. И именно вот эта слабость институтов и слабость организованных социальных и политических сил диктовала необходимость появления чрезвычайных корпусов. На то, что именно сейчас настало время для новой опричнены, по мнению докладчиков, указывает целый ряд факторов. К середине вот этого десятилетия, которое начнется с 2011 годом, будет проедено советское наследие. То есть вещественная субстанция уйдет, советская. И вообще в русской истории все крутые повороты связаны с проеданием субстанции. Ведь когда была введена опричнена? В середине 60-х годов, когда было проедено наследие удельно ордынской эпохи. Земли не осталось раздавать служилым людям. В 1929 году было окончательно проедено наследие дореволюционное. Все, кто участвовал в дискуссии, сошлись во мнении, что на данный момент очень четко просматриваются параллели с событиями, уже имевшими место быть в российской истории. Вся проблема сегодняшняя, которая перед нами стоит, она действительно очень похожа на ту, которая была и перед Сталином, и перед Иваном Грозным. Это проблемы современной элиты, которая категорически не желает заниматься модернизацией, ну, как бы, изменением государства. Для того, чтобы провернуть комбинацию масштаба главы Грозного и Сталина, нужен человек, соответствующий масштабу, соответствующий вместе, имеющий формальные права. Сегодня такого человека нет. Но в том, что этому человеку так или иначе суждено появиться в России, никто не сомневается. Если бы революции и смуты можно было прогнозировать, то было бы все в порядке. Но проблема в том, что революции, особенно великие, они приходят неожиданно. И субъект их приходит тоже неожиданно. Глобальные социальные изменения неизбежны. Вопрос лишь в том, как они будут проходить и чем это закончится для России. Причина, как замена элиты сверху, гораздо более позитивная и менее кровавая, чем Пугачевшина, то есть зачистка элиты снизу. При этом нельзя забывать о том, что российские смуты всегда являлись частью мировых смут. Появление нашей новой опричнины является прямым следствием мирового кризиса, который, по прогнозам историков, продлится ни много ни мало до конца 21 века. Финалом должно стать возникновение новой посткапиталистической системы. Но посткапиталистической не значит коммунистической. Я думаю, что в разных частях планеты будут возникнуть совершенно разные варианты посткапиталистического будущего. Причем многие из них будут футуроархаическими, многие могут оказаться криминальными, с выпадением, сказать, в далекое прошлое и так далее, и так далее. То есть, если не произойдет глобальная катастрофа, то нас ждут, конечно, не очень веселые, но страшные интересные времена. Вероника Новикова, Александр Балашов, КМТВ Вероника Новикова, Александр Балашов, КМТВ